Рождество Рождество – один из самых главных светлых христианских праздников. Православные верующие отмечают его 7 января. И все мы знаем, с какими традициями связано его празднование. Но Рождество Христово – важная дата не только для православных, но и для лютеран, католиков и других протестантских конфессий. А что мы знаем о том, как празднуется католическое Рождество? Это программа «Республика традиций». И сегодня мы побываем в семье католиков, проживающих в Карачаево-Черкесии. Пусть они сами все расскажут. Еще до наступления праздника католики украшают уголок своего дома яслями с фигурками младенца Иисуса и Девы Марии, а также соломой, которая для них является одним из главных символов Рождества. Эти праздничные атрибуты присутствуют в домах католиков вовсе не случайно. Яслями в старину назывались «кормушки для скота». Именно в такую кормушку, застелив ее соломой, и положила Мария своего новорожденного сына Иисуса. Рождество Христова – это прежде всего семейный праздник. И без богато накрытого праздничного стола тут никак не обойтись. Причем блюда готовятся традиционные, по старинным рецептам, передаваемым из поколения в поколение. Вот и немцы, проживающие в Карачаево-Черкесии, на этот праздник готовят одно из главных рождественских угощений – штрудель. Лидия Яковлевна, нам помогают помощники, да? Представьтесь, пожалуйста, что вы хотите сказать. Меня зовут Эйхман Елена Николаевна, я председатель национальной культурной автономии. А вы? Я являюсь руководителем церковной общины города Черкеска. И, соответственно, мы помогаем нашим сеньорам и стараемся навещать. И вот в этот раз мы будем помогать готовить. С чего начнем? Самое первое, что делаем? Самое первое у нас варится мясо. Вот, ребрышки. Теперь мы будем делать тесто, галушки, самые вот эти штрудель немецкие. Сейчас я буду сеять, обрежьте лук. Расскажите, пожалуйста, почему именно штруди вы любите? Ну, это наше любимое блюдо немецкое. Готовят по старинному рецепту. Вот у вас, в семье, есть такие тоже рецепты, по которым вы готовите? Национальные блюда. Ну, основное, может быть, самый главный символ все-таки стола рождественского – это гусь. Запеченные обязательно с яблоками. Ну, сейчас уже ввели новшество. Стали добавлять изюм, кураку, как это обычно. Ну, и стали мы еще гуся печь в меду. Это тоже новшество. Ну, самое главное, чтобы это был гусь. Но гусь – это не так обязательно. Допустим, если семья не имеет такой достаток, чтобы именно гуся поставить на стол, то покупают или утку, или кому-то, если больше нравится, просто курицу. Ну, это уже как обязательный атрибут рождественского стола. Ну, и все остальное. И еще обязательно по-немецки это звучит «рывелькога». А, «рывелькога», да, пекем. Да. Такой пирог, а сверху… Сыпется крошка. Сыпется крошка, там, а сахарный, с маслом все это. Это «рывелькога». И обязательно на столе, ну, еще и обязательно квашеная капуста. А капуста уже тоже разновидность, там, можно ее и с масличком, и с ручком, потому что это, как обычно, вот я сколько помню с детства, то квашеная капуста – это было как спасение стола, и без капусты квашеной, и также замоченные в капусте яблоки и огурцы. Это тоже все подавалось в столу, потому что, ну, не всегда люди могли в то время еще себе позволить это постоянно кушать, а такие вот столы накрывались. Самый большой, самый радостный, самый такой светлый праздник всегда был и дорожки стола. И всегда к этому готовились, и заранее там мясо готовили. А еще вот штрудель у нас готовится, это обязательно свинина и, желательно, свиных ребрышек. Вот видите, хотя мы выросли в разных местах, но мы все это знаем, и это поддерживаем, и всегда, и передаем тоже нашим детям это. Я слышала про какой-то пряник, который должен лежать год. Это у немцев? Ну, это штолен, это штолен. Не знаю. Это штолен, он готовится, как называется? Штолен, штолен, да. Да, штолен, он как пряник, но не все немцы это знают. И знаете, штолен больше все-таки это в Германии делается. Да, в Германии. И они действительно знают конкретно рецепт. Так же, как тульский пряник, его, кроме как в Туле, никто не может так сделать, какой он там, так же и этот штолен. Это такой, который, такой, ну, пряник, будем говорить, что фактически он действительно так готовит, из таких ингредиентов тоже, естественно, из муки. Но я, например, его ела только в Германии. Здесь мы его как-то так и не научились. Это к Рождеству готовили? Да. Ну, желательно, ну, видите, вы же сами говорите, что он может проезжать год, но готовится он обычно в определенной дне. Но готовят его, и именно, может, заранее, может быть, к столу Рождественскому. Вот, именно вот, он тоже как праздничный, это тоже как праздничный. Мы будем говорить иногда, даже его, когда идут в гости, несут его как подарок к столу. Так, что дальше делаем? Так, сейчас я буду раскатывать. Сейчас я картошку положу сюда к мясу, а я в это время буду раскатывать, обмазывать, скатаем в рулет, порежем на эти, и будем сюда положить потом. Сейчас поем наши песни, которые мы поем тогда, когда мы чем-то занимаемся. Мастер Яковлевск, День-день-день-день Горачаево-Черкесия нашли друг друга, будем говорить, наверное, не случайно, потому что, вы сами понимаете, люди, которые хотят сохранить свою культуру, свои традиции, свои обычаи, обязательно ищут. Я долго искала, здесь у нас черкесский немец, очень долго искала, потому что я переживала, что я могу забыть язык. А потом, вот совершенно случайно, я увидела объявление, и это было еще в 1998 году, и выяснилось, что оказывается, не одна я немка здесь в Черкесии живу, есть общество, создается общество. И там в обществе я познакомилась с нашей замечательной идеей. Я тоже думала, что только я одна здесь, больше никого нет. Да, кто создавал общество. Это общество фактически было основано людьми, которые совершенно тоже неравнодушны к тому, что вот надо сохранить свою национальность, сохранить свою самобытность. А чем сегодня живет ваша культурная автономия, и какие праздники, может, вас объединяют? Вы знаете, нас объединяет все. Мы даже, когда долго не видимся, мы скучаем друг по другу, потому что мы у нас, и это уже будем говорить семья. Нас немного здесь сейчас осталось, очень даже мало, и мы, конечно же, должны общаться. Мы это делаем не только потому, что мы должны, а еще и потому, что нам это нравится. Потому что мы уже стали родными друг другу. И мы все горести, и все радости, и каждой семьи, мы вместе, мы поддерживаем друг друга. Это очень важно. Если заходите, мы сможем вам еще что-нибудь спеть. А рождественская есть песня? А рождественская, да, конечно, мы можем вам спеть рождественскую песню. Так, вот это маслом подсолнечным, мы это самое, теперь сливочное наверх, а для того, чтобы оно, тесто сейчас будем скатывать в этот, чтобы оно не прилипало, ну, не сильно, не слипалось, да. Давайте, мы споем рождественскую песню. В этой песне говорится о свечах, которые мы зажигаем на венке рождественском. А рождественский венок – это основной атрибут, украшение наших торжественных, допустимых мероприятий, именно рождественских. Играет музыка Штрудель готовится 40 минут. Все это время ни в коем случае нельзя открывать крышку кастрюли. Готовность блюда можно проверить простым способом – просто послушать, кипит ли вода. Если нет, то блюдо готово, и можно подавать его на стол. Ну что ж, попробуем штрудель. Мы узнали, что перевод штрудель – это рулет, да? Да, да. Ну, как рулетом, скатывают и разрезают на кусочки. Как вы сказали дословный перевод? Штрудель. Тесто скручивает. А, да, тесто скручивает. Вкусно. Очень вкусно. В Карачаево-Черкесии проживает около четырех сотен немцев. В республике даже есть их национальная культурная автономия. В праздник Рождества Христова представители общины ежегодно собираются вместе. Они танцуют, поют и приобщают детей к культуре и традициям своего народа. Несмотря на то, что российские немцы очень много лет назад, несколько поколений назад переехали в Россию, и все равно эти традиции стараются сохранить и передали нам. И мы теперь передаем нашим тоже молодым людям, для того, чтобы они знали о своих традициях, традициях своего народа, традициях своих родителей, предков, и сохраняли это, и передавали своим детям. Когда празднуется? Как и обычно, в Европе празднуется с 24 на 25. Это Рождество. И это очень большой, будем считать, что это один из самых главных праздников. Это очень светлый и прекрасный праздник рождения Иисуса Христа. А именно в этот день, потому что в этот день родился? В эту ночь, да, в эту ночь. Как только наступила ночь и появилась первая звезда, именно в этот момент родился Иисус Христос. И ангелы, когда увидели, загорелась яркая-яркая звезда, и они тут же сообщили уже всем и пастухам, и всем тем, где родился Иисус, всем сообщили, всем людям, которые там жили, прохожим, всем сказали, ангелы сообщили, что родился Иисус, Спаситель наш. Встреча Рождества Христова у католиков проходит по строгому плану, который практически никогда не нарушается. Ну, вы знаете, это традиции, которые, например, мне пришли от мамы. Когда я была маленькая, и мне было не совсем понятно, что это. То есть я приходила сюда, как бы проводила такие мероприятия. Да, елка – это всегда для детей весело, красиво, но не настолько. В детстве мы понимали, что это. Сейчас мы уже полностью понимаем, что это традиции не те, которые, допустим, здесь, в России, в Карачаево-Черкесии. Это еще и те традиции, которые пришли от наших предков, вот от бабушки, от прабабушки. Они пришли от тех российских немцев, которые когда-то заселились на территорию России из тогдашней Германии. Это было очень давно. При Екатерине еще. Начиная при Петре и потом продолжая при Екатерине, основная часть. Вот. То есть, как вы понимаете, развитие истории в Германии и развитие истории российских немцев здесь – это совсем разные истории. Какими традициями и обычаями своего народа вы гордитесь и сохраняете? Ну, вы знаете, конечно, Рождество. Православное Рождество, безусловно, прекраснейший праздник, прекраснейший. Суть одна. Да, время празднования разное, там отчет календаря разный, но суть одна. Православное, католическое, лютеранское, любое Рождество – это праздник, это великий праздник. Я считаю, что вера, неважно, какая вера, если это вера в нечто высшее, прекрасное, вот это самое чудесное, что может воспитывать человека. То есть человек, который верит во что-то хорошее, он не станет делать чего-то плохого. Вот. И это одна из лучших традиций, я думаю, которую стоит передавать от родителей к детям и дальше ко внукам. И неважно, какой ты вера, главное, чтобы это сохранялось. Вот доброта, тепло, вот это вот чувство светлого, чтобы оно сохранялось и передавалось дальше. Ну, есть еще, конечно, другие праздники, но вот это самый яркий. Адвент, так немцы называют время, предшествующее Рождеству. Непременным атрибутом Адвента является так называемый «Венок Адвента» – украшение из еловых ветвей, в которое вплетены свечи. Изобретен этот «Венок» был Иоганном Генрихом Вихерном, взявшим на воспитание нескольких детей из семей бедняков. Малыши постоянно спрашивали воспитателя, когда же, наконец, наступит Рождество. Чтобы дети могли отсчитывать дни до праздника, в 1839 году Вихерн смастерил из старого деревянного колеса «Венок», украшенный 19-ю малыми красными и четырьмя большими белыми свечами. Каждое утро в этом венке зажигалось по одной маленькой свечке, к которым по воскресеньям добавлялась большая белая свеча. Количество зажженных свечей на большом венке вело еще дням, оставшимся до Рождества, когда этот обычай перешел в Евангелическую церковь от прежнего числа свечей, достигавшего 28. Осталось лишь четыре по одной свече на каждое воскресенье Адвента. На нем обязательно должны гореть четыре свечи, и венок обязательно должен быть перевит красной лентой. Почему зеленый венок? Потому что зелень – это жизнь. А красная лента – это кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте за нас, грешных людей. И свечи – это слезы людей, пролитых за смерть Иисуса Христа, которую Он понес на кресте. А почему именно четыре? Четыре – потому что это преддверие Рождества. Четыре недели, каждую неделю, каждое воскресенье зажигается по одной свече. Это говорит о том, что люди собираются за столом, молятся, вспоминают, думают. И знают, что этот праздник самый главный и святой, и в эти дни читается Библия. И обязательно зажигают каждую неделю по одной свече. Это значит, первый адвент, первое воскресенье в декабре, возможно, даже в конце ноября. В первое воскресенье зажигается одна свеча, в следующее воскресенье уже две свечи, первая и вторая, и так далее, пока не зажгут все четыре свечи. А уже через неделю наступает Рождество. И вот это время, когда зажигаются свечи, это время ожидания. Время ожидания рождения Иисуса Христа. Это очень значимо, и это очень серьезно, потому что мы все, живущие на земле, какой бы мы нацией ни были, мы обязательно верим, кто в Бога, кто в Аллаха, и это все очень-очень важно. Ну, у нас дома есть специально, мы сделали своими руками, у нас есть специальная инсталляция, мы выстраиваем дома вертеп, есть у нас фигурки Иисуса, младенца, животных, есть фигурки волхвов, мудрецов. Это все мы украшаем очень красиво у себя. У нас дома есть такой уголок, посвященный именно Рождеству. Это самый главный религиозный праздник, самый главный религиозный праздник в немца. Это означает день рождения с чего-то светлого, с чего-то нового. Мы всего этого праздника ждем всегда и волшебства, и всем мы хотим в этот праздник пожелать самое главное – здоровья, мира над головой, дружбы, всего самого-самого светлого. Говоря о католическом Рождестве, не стоит забывать про адвент-календарь. Это специальный календарь в европейских странах, показывающий время, остающееся до Рождества. Это календарь, немецкий календарь, адвент-календарь, в котором от одного до двадцать четырех окошек. В каждом окошке находится фигурка, конфетка, которую ребенок может достать и съесть ей в какой-нибудь день. Вот такого вида конфетки. Традиция календаря пришла, вам расскажу откуда. Одна мама, немецкая мама, готовилась к Рождеству. Ребенок в нетерпении ждал, ждал этого светлого праздника, все время говорит, мама, ну когда Рождество? Ну когда Рождество? И тогда мама придумала сделать такой вот календарь. Соорудила 24 коробочки, в каждой из которых положила по какому-нибудь сюрпризу. И говорила, каждый день открывай коробочку, и чем меньше коробочек остается, тем ближе Рождество. Вот такая традиция появилась, делать рождественские календари. Традиции празднования католического Рождества насчитывают многие столетия. Надо сказать, что католики считают этот праздник одним из главных и очень ревностно следят за тем, чтобы рождественские традиции тщательно соблюдались и передавались в неизменном виде от поколения к поколению. В целом, так оно и происходит в наши дни. Сегодня мы с вами узнали, как католики, живущие в Карачаево-Черкесии, в соответствии со старинными традициями, готовятся к Рождеству Христову. А также узнали, что такое адвент-календарь и попробовали праздничное блюдо немецкий штрудель. Это была программа Республика Традиции. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова